Я придумал, если Н равна двум. Кстати, да. Между прочим, математика с этого всегда начинается. Когда математику заказывают трансплантический корабль, то он сначала интересуется. Скажите, пожалуйста, а ванну вы перегреваете? Понятно, да? Прежде чем построить что-то, что будет ходить через океан, надо научиться хотя бы методами. Дума, действительно, для одного, когда Н равно двум. Так, и диктуете какие же числа? Один и два. Этому что? Один и два. Этому один и два. Этому один и два. Этому один и два. Замечательно. Смотрите, что произойдет. Дмойки будут просто находиться у них без движения, ну а единицы будут носиться. Отлично. А дальше спереди? Третьей, шестой. Этому второй, четвертый. Третьей, один и пятый. Первый, пятый. Ну давайте, ваш спрос. Три, шесть. Дальше. Два, четыре. Два, четыре. Дальше. Один, пять. Один, пять. Дальше. Три, шесть. Три, шесть. Два, четыре. Да. Один, пять. Один, пять. Ну, смотрите, большие числа. Шесть, четыре, пять, шесть, четыре, пять будут без движения. А вот эти маленькие, три, два, один, три, два, один, будут бегать. Между прочим, необязательно было брать вот именно так. Можно было просто сказать. Очевидная конструкция. Каждому человеку дайте большое число и маленькое. Каждому из шестерых дать одно большое, которое без движения в него не вылежало. И одно маленькое. И маленькие. И фуникирить. Маленькие это число одного до трех. Ну, в общем случае, от одного до этого пола. А большое это от N до этого пола. Замечательно. Значит, для любого четного числа, для любого четного числа легко построить конструкцию, когда процесс будет бесконечен. Когда просто вот будем, 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 будем так бесконечно идти. Теперь вопрос другой. Если N нечетное, то обязательно в какой-то момент у кого-то окажутся два одинаковых числа. Ну и тогда мы будем радоваться, все хорошо. Когда мы придумываем пример, это одна ситуация. Ну, надо делать четное число, и мы объясняли, как мы что раздаем в каких числах. А сейчас ситуация совсем другая. Мы сейчас должны доказать, что в любом случае, рано или поздно, у кого-то обязательно будут одинаковые числа. Это совсем другая обстановка вокруг. То есть сейчас нужно, чтобы все обедали, чтобы собрались два числа? У кого-нибудь, чтобы хотя бы у кого-нибудь оказались два одинаковых числа. Понимаете ли вы, что наибольшее число? Ну, давайте я для удобности возьму, скажу, N равно 9. N равно 9. Число 9 никогда не окажется маленьким. Значит, либо в какой-то момент девятка окажется там же, где другая девятка, и на этом мы выиграем. Либо девятки будут лежать без движения, а мюшки будут расхальзываться лично. Отлично. Так вот, ребята, девятки, значит, лежат без движения, я не точно знаю. Скажите, а сколько ходов может сделать восьмерка? Да. Восьмерка. И право. Восьмерка может сделать ход только в случае, если она лежит в девятке. Два. Максимум два. Максимум два. В маске, если мы скроем две. Хотя, я не могу себе представить, как одна может сделать два хода, другая тоже два хода. На самом деле, это невозможно. Но, когда вы делаете оценки, и вас не просят сделать обязательно самую точную оценку, проще говорить, что вот подождем четыре хода, тогда уж точно восьмерки прекратят движение. Правильно? На самом деле, они прекратят движение даже раньше, но после четвертого хода точно. Но когда восьмерки прекратят движение? Давайте подумаем о судьбе семерок. Они, конечно, могут попасть на восьмерку, потом на девятку, на восьмерку. Но сколько для этих вариантов, когда девятки и восьмерки уже встали на место, что у вас максимум четыре. Правильно? Да. Поэтому, ну, еще и другую семерку, на всякий случай добавим четыре. Хотя, опять, можно было не добавлять, потому что это не было, как согласно. Вот, ребята, за конечное число ходов у нас и девятки, ну, они с самого начала нам подвижны, восьмерки становятся неподвижны, семерки становятся неподвижны. А вы понимаете, что и шестерки тоже? Угу. И шестерки тоже. Так, слушайте, сколько у нас всего чисел? Девять. Две девятки, две, какого-то там, восьмерки, две семерки, две шестерки. Заметьте, пожалуйста, еще не все чисел. А вот дальше самое интересное, у нас уже неподвижно находятся восемь чисел. Абсолютно неподвижно восемь чисел. До чего вы дошли? Девятки, восьмерки, семерки, шестерки. Мы дошли до пятерки. Пятерка сделает сколько ходов? Максимум восемь ходов. После того, как эти стали на места. И потом она останется неподвижной, а... И остается неподвижной. А вторая пятерка будет двигаться и когда-то дойдет до... Дойдет. Все. Все. Проблема именно в нечетности. Проблема в том, что эти пятерки, вот когда они остановятся, то не занятых двумя девятыми, двумя восьмерками, двумя семерками, потому что двумя пятерками уже десять. Ну, разумеется, для любого нечетного точно так же, да? То есть мы берем нечетное число вида 2, а плюс 1, где а не правильное число, и говорим, что берем первые а наибольших чисел. Ну, каждый из них двух экземпляров, то есть тогда будет 2, а не... И смотрим после этого на судьбу числа, а плюс 1. А плюс 1 обязательно будет восстановиться.